Как вы с ними служили? С Евгением. Какой он был по характеру? Ну, Женька в отряд нам пришел в 2008 году. Ну, к нам в группу он был прикомандирован, когда мы были уже в Чеченской Республике. Он был в расчетах ГРС. Потом, когда он заканчивался, я его вывозил. Потом, на граждан мне долго не протянул. Ну, втянуло. Ну, и у меня мировоззрение поменялось после этого. Службы в армии появились вообще, встали другие цели. Я по-другому мыслить начал. Вообще, корня что ли изменилась. Так, как я жил, было неправильно. Потом я вернулся назад в армию. Отписал контракт. И я получил уже у нас, ну, вебочек называли. Он уже у нас в боевой группе был. Третья. Он был сначала, не ошибаясь. Помощник, пулеменчик. Пулеменчик, а потом затем пулеменчик. Потом он задавил дермоуделение. У него были такие цели, как вот спецподразделения у нас надо было сдавать на форму. На шевронные вот эти все нашивки, которые, их нельзя носить просто так. На них проходит сдача, объект, там, физическая подготовка, на выносливость, на морально-псилогическую выносливость. И когда все это видишь, что боевые подразделения, пацаны, вот эти все шевроны, они очень красиво смотрятся. У тебя прям желание, ты болеешь этим, хочется на все сдать. Ну, тяжело, правда, но сдаешь. Женька сдавал сначала на шеврон, на боевую единицу. Но у него он сдал сначала командировки. Но там по каким-то причинам не особо оценили его сдачу. Ему разрешили уносить форму и шеврон, а билет оливковый на левую сторону. Ему сказали, что нельзя. Были там какие-то недочеты мелкие. Будешь, если захочешь, еще раз сдашь. Ну, опять очередная сдача, он опять добежал. Сдал он оливковый билет, он уже ходил в форме шевронную и в оливковом билете. Дальнейшая сдача, это уже накраску билет надо было сдавать, там уже более серьезно. Он тоже болел все, мечтал он поскорево, поскорево, как бы это считается элитой. Когда ты смотришь, я даже, будучи еще не был, тоже кроповиком. На кроповиков смотрел, как на богов, думал, это... Супер жили какие-то, как боги ходят. Первая сдача у него была в дивизии Зержинского, в отряде Витязь. Он побежал полностью марш. Ну, не сдал на высотке, да, на высотке он сошел уже. Надо спускаться по подвесной системе, по пау. Он залетел в окно. Ну, не сдал тогда. Ну, не падал духом. И опять очередная сдача в Смоленске. Он там сдал тогда. Это было... Я с ним месяц сдал. Это было для нас просто. Не знаю. Это, наверное, самый счастливый день в жизни, наверное. Такие вот, которые... Ты уже будучи взрослым человеком, первая твоя цель, вот эта такая ценность, она святая. Ты достигнула ее. У нас слезы там на глазах были. А самое интересное, ну, когда я в Смоленск ездил, сначала до Москвы, потом с Москвы в Смоленск, мы в Челябинске ездили на поезд. У нас, как известно, в поезд садишься и делать нечего, там не погуляешь, ничего. Там начинаешь много есть. Много ешь, пьешь чай. Вот. И мы боялись вес набрать. А там же надо будет бежать. Чем меньше вес, тем лучше. Нормативы сдавать. Мы с Смоленским ничего не ели. Женька, есть с собой не будем. Назад поедем, дай бог, садим. Говорю, есть что попало, чай гонять. Пирожное есть, ну все, если садим. В итоге назад поехали, а у нас лица разбитые были, губы разбитые изнутри. Мы уже есть, ничего не могли, потому что больно было. Ну все, сдали на берет. Казалось, что еще нужно. Самая главная цель для Симолка. Оставалось только, чтобы личный состав на тебя смотрел и стремился к тому же. Потому что командир отделения, у тебя есть люди в подчинении. Ты показываешь пример, тебе надо оттачивать свои навыки. Берет, ну вот ты сдал на него, это как бы одно из первых этапов. Но самое, не менее тяжелое, да, это дальше сохранить этот берет, носить его. Потому что снижение каких-то твоих физических данных. Трусость. Ты заплываешь в угол аэрожиром, не можешь терять свои физические данные, не подтянуться, не продержаться, еще что-то либо. Показать какую-то слабость, за это могут берет снять, лишить его на шею. До 4,2 секунды запал горит, после этого происходит взрыв. У него, когда боевики, они начали уже стрелять, а потом уже закидывать гранаты. Не знаю, какой надо так все сходу решить, на ходу за такое короткое время. Оценить обстановку, что рядом лежат братишки, такие же, как он. Но в его подчинении, потому что он еще был старше тройки, своего боевого порядка, он был старше. Он отдавал приказы. Он увидел, что граната полетела в их сторону, и он встал и лег на него. Он судной своей жизнью спас своих братишек, товарищей. Говорят, как бы я сделал, как бы люди. Мне кажется, это полный бред, потому что не побывав на его месте, ты не сможешь сказать, как бы ты сделал. Кто сделал так, как бы сделал другой человек, я не знаю. Может быть, отопнул бы, может быть, еще что-то. Я представлялся из ситуации. Неужели можно было подбежать, отпунуть гранату как-то еще, я не знаю. Осколки полетели в ногу, возможно, бы остался без ноги. Но, возможно, от этого бы кого-то убило бы еще. Вот он просто лег, за мной свою жизнь успался, перед своих товарищей. Это, возможно, воспитание в армии такое. То, что все вот эти вот сдачи, их проводят с целью максимально приблизить к боевой обстановке. Сам погибает, товарищи выручают. Вроде она это вот так вот воспитала. Спецназ это... Ну, по-моему, это вот... Когда не можешь и делаешь, то у тебя нету сил. Ты уже не знаешь, руки опускаются, горе все сжимается, в голове вены все сбывается. И он не знает, что такое делаешь. Возможно, все вот эти вот испытания, все вот эти вот трудности в его жизни, вот здесь, как он жил, как он мне рассказывал, как у него судьба сложилась с детства, потом дальнейшая армия, как он... Как конструктор создавал себя, вцепилась вот такая вот машина вынослива, которая любит свою родину, своих родителей, своих друзей. И ни на кого не держал обиду, хотя судьба, по-моему, что на работе, что в жизни, она с ним порой не справедливо поступала. Но, как вот он говорил, мстить это нехорошо. Если ты будешь мстить, то ты не будешь ничем не отличаться от того человека, который сделал тебе гадость. Важно прощайся. Как говорится, самые хорошие люди выходят от нас. Возможно, это так. Спасибо. Спасибо.